Христос воскресе, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, праздник Радоница отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников, сразу после светлой пасхальной недели, как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а наоборот радоваться их рождению, рождению в другую жизнь, жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших. Это реальное, живое общение с усопшими отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами церкви, того Бога, который не есть Бог мертвых, но живых. Распространившиеся же в настоящее время обычаи посещать кладбище в самый день Пасхи противоречат древнейшим установлениям церкви. Вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью, печалью. Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими, потому что в определенное время они встанут из гроба. Могила — это место будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке. Крест на могиле православного христианина — это молчаливый проповедник блаженного бессмертия и воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа — на небе. Что под крестом сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием. Надо особо следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен. Простой, скромный крест из металла или дерева более приличествует могиле православного христианина, нежели дорогой монумент и надгробье, или гранит, или мрамор. Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию. Это слово в буквальном смысле означает усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. По желанию можно прочитать акафист о упокоении усопших. Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно устраивать вечеринку с перееданием и перепеванием на кладбище. Особенно недопустимо лить водку или вино в могильный холм. Этим оскорбляется память покойного. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба для усопшего является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях. Не надо оставлять на могиле еду. Лучше отдать ее нищим или голодным. Пасха Пасха – праздник Светлого Христового Воскресения. Это главное событие в духовной жизни христианина. Праздник праздников и торжество торжеств. Издавна на Руси Пасху отмечали как День Великой Радости. В пасхальную ночь в храм истекаются сотни верующих. Люди наполняются особым торжественным настроением. В этом году Светлый Праздник Пасхи для ставропольцев был отмечен важным событием. Прямо перед началом пасхального богослужения в регион была доставлена из Иерусалима частица благодатного огня. Во-первых, это знак Божьей благодати, как я сказал, всем людям, в том числе и жителям Ставрополя, о том, что Бог продлевает свою милость, свою благодать еще на один год. Это первое. Второе, то, что мы раньше получали его, скажем, в пасхальный день, днем или вечером, а в этом году мы получили прямо перед пасхальным богослужением. Это тоже, конечно, огромная радость. Это, вы знаете, говорит о том, что общество все больше и больше подходит к тем ценностям, которыми являются в том числе наши православия. Под пасхальный перезвон колоколов в ночь вступил торжественный крестный ход, символизирующий собой жен мироносец, шедших ко гробу Спасителя. В памяти этого каждое пасхальное заутреннее начинается на улице, перед затворенными дверьми храма. Древние христиане великий праздник Пасхи светили особыми делами благочестия, милости и благотворения. Подражая Господу, они помогали нуждающимся, нищим и больным. В православной церкви сложилась добрая традиция посещать на Светлой Седмице социальные учреждения. Митрополит Ставропольский Невиномысский Кирилл Светлое Христово Воскресенье навестил пожилых людей в Ставропольском геронтологическом центре. Праздник Пасхи – это праздник весны, это праздник возрождения. Почему символом Пасхи является яйцо? Потому что яйцо является символом жизни, из него появляется жизнь. И действительно, Христос, когда думали, что Он умер на кресте, когда распяли Его злоба, ненависть человеческая, зависть, думали, что все закончилось, проповедь закончилась, и все, что Он принес на землю. Но Он же являлся не только Сыном человеческим, но и Сыном Божиим. И поэтому, конечно, на третий день Он воскрес. И, безусловно, показал этим свое божественное величие, божественную власть. И показал всем нам, что Он, ой, и нас Он воскресит в вечную жизнь. Еще одна пасхальная традиция, сложившаяся в Ставрополе – торжественный массовый крестный ход по улицам города. Шествие, которое возглавляет правящий архиерей, сопровождается колокольным перезвоном и исполнением радостных пасхальных песнопений. Чествование воскресения Христова, этого величайшего для нас в мировой истории события, продолжается в течение 40 дней и завершается отданием праздника Пасхи, торжественным богослужением накануне Вознесения Господня. В течение всего этого времени православные приветствуют друг друга словами, в которых и победная весть, и призыв к радости, и приветствия любви, и пожелания мира. Христос воскресе! Воистину воскресе! На сегодня все. В эти святые пасхальные дни. Храни вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»